Добрый вечер, друзья! Это Абхазский портал, и мы ценим вашу готовность выслушать наше мнение. В нашем театре абсурда начинают вырисовываться контуры. Неназванные цели и задачи нашего президента проявились на нынешней неделе. Вчера он в качестве верховного главнокомандующего посетил Министерство обороны. Сотрудников военного ведомства собрали в актовом зале, и это нормально. У главнокомандующего может возникнуть острая необходимость не только отдавать приказы, но и поговорить с военнослужащими о военной угрозе, о готовности вооруженных сил к обороне, о техническом состоянии вооруженных сил, о мерах по охране, суверенитета Республики Абхазия, ее независимости и государственной целостности. Главнокомандующий может обсудить с сотрудниками Минобороны военную доктрину, концепцию и планы строительства вооруженных сил, мобилизационный план как вооруженных сил, так и гражданской обороны, и другие вопросы в сфере военного строительства. Но ничего такого не было, и в помине главнокомандующий нашей страны пришел военное ведомство для того, чтобы стравливать одну часть общества с другой. Его посыл был прост, и шантаж до смешного примитивен. Он сообщил присутствующим, что зарплата сотрудников уменьшится, и в этом виновата оппозиция. Сейчас, значит, ограничение по заработной плате. Ваш труд воинский, такой же, как труд любого другого военного офицера в России, в других государствах, вы получаете в 3-5 раз меньше, потому что возможности нашего государства ограничены. И благодаря, слово «благодаря» в кавычках, действиям наших политиканов, мы будем получать, вы будете получать в 2-3 раза меньше. Его не смущает унизительное признание собственной недееспособности. Он откровенно говорит, что мы содержим власть, которая не может заработать денег даже на зарплату сотрудников Министерства обороны. И в этом, в версии Бжаня, виновата не власть. Но сегодня я не буду останавливаться на персоне Бжаня, потому как мы уже знаем где, знаем с кем и куда ведут нити. Сегодня мы обратим взоры на Конституцию. Основной закон надо иногда почитывать. И вот в первой статье «Основы конституционного строя» говорится, что Республика Абхазия, Абсны, суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Абхазия, демократическое государство, так написано в нашей Конституции. А вот военком страны Беслан Тарба предлагает сменить форму правления. «Давайте заканчивать с демократией», – говорит он, пытаясь угодить от славного бжаня. Игры, я говорю, в демократию, наверное, закончатся. Потому что, если вернуться к истории, так бывает. Откровенный призыв к смене конституционного строя, мало того, что прозвучал в публичном пространстве, был растиражирован в СМИ. Призыв к смене конституционного строя прозвучал в Министерстве обороны, в присутствии главы государства, президента верховного главнокомандующего. Только не надо снова говорить о том, что главком республики что-то другое имел в виду. Призыв прозвучал дважды и не вызвал никакой реакции у президента, меланхолично взирающего на происходящее. Демократия, игры в демократии, демократию закончатся. А теперь давайте разберемся по существу. Что значит заканчивать с демократией? Пойдем по классической схеме. Это означает отказаться от прямых выборов, принципа разделения ветвей власти, от прав и свобод человека, свободы слова, независимых СМИ, оппозиции. То есть все то, что делает бжаня в последние пять лет. Главком республики просто озвучил его планы. Смена государственного строя. Осталось догадаться, какой режим больше по душе слабо-бжаня. Тоталитарный или авторитарный? Это Абхазский портал. Спасибо, что не остаетесь равнодушными в эти темные для нашей страны времена.